Мы уже сняли фильм про электродвигатель постоянного тока. Когда якорь такого двигателя развернут поперек магнитного поля, он намагничивается за счет электрического тока, текущего по виткам катушки. Его полюса притягиваются к полюсам магнита, якорь поворачивается вдоль магнитного поля, полукольца коллектора отмыкаются от счеток и цепь размыкается. Якорь по инерции проходит положение равновесия, полукольца замыкаются снова, ток в витках катушки течет в другую сторону, якорь перемагничивается и вращение продолжается. Возьмем модель такого двигателя. Вот его щетки, а вот якорь с полукольцами. Установим якорь на ось и подадим на него постоянное напряжение 4 вольта. Подтолкнем якорь, чтобы вывести его из положения равновесия, и он начал вращаться. Постепенно увеличиваем напряжение, и двигатель вращается все быстрее и быстрее. А как быть, если нам нужно запитать двигатель не постоянным, а переменным током? Существует много разных решений этой проблемы. Простейшее решение состоит в том, что на коллекторе устанавливают не полукольца, а два сплошных кольца, а вся остальная конструкция остается в точности такой же. Здесь важно, чтобы переменное напряжение меняло свой знак в тот момент, когда якорь разворачивается вдоль магнитного поля статора. Тогда якорь перемагнитится, и вращение будет продолжаться и дальше. Поставим якорь кольцами коллектора вниз. Подадим на него напряжение с амплитудой 10 вольт и частотой 15 герц. Подтолкнем якорь, и двигатель пришел во вращение. Проверим зависимость частоты вращения двигателя от частоты напряжения. Частоту вращения мы измеряем с помощью фотоворот, плавно увеличивая частоту входного напряжения от 15 герц. Мы видим, что частота вращения двигателя действительно совпадает с частотой входного напряжения. Именно поэтому такой двигатель называется синхронным. Мы достигли частоты 30 герц, и в этот момент двигатель перестал работать. А вот от амплитуды, поданного на двигатель напряжения, частота его вращения вообще не зависит. Мы уменьшаем напряжение по амплитуде, а двигатель продолжает вращаться на той же самой частоте, с которой он запитан. Синхронные двигатели применяются там, где требуется постоянная частота вращения. Их недостатком является необходимость специального устройства для предварительной раскрутки ротора. Впрочем, двигатели малой мощности запускаются и без раскрутки. Если постоянный магнит стоит на статоре, то обмотки переменного тока устанавливаются на роторе. Если постоянный магнит установлен на роторе, то обмотки стоят на статоре, и такому двигателю не нужен коллектор. При изменении знака напряжения на противоположный, ротор поворачивается на угол между соседними катушками. Этот маломощный синхронный двигатель, который вращает столик микроволновой печи, питается от переменного тока частотой 50 герц. Под крышкой находится редуктор из нескольких шестеренок. Ось ротора расположена в центре, а каждая следующая шестеренка вращается все медленнее и медленнее. Снимем шестеренки и вынем ротор. На нем установлен постоянный магнит. Вставим ротор на место и запустим двигатель. Ротор при этом вращается не на частоте питания 50 герц, а в 4 раза медленнее, потому что в статоре установлена не одна, а 4 пары катушек.